С праздником, дорогие наши братья и сёстры! Всех нас с вами поздравляю! Поздравляю с Днём Воскресным! Поздравляю с Днём Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! Всех причастников поздравляю с принятием святых тайн христовых, тела и крови Господа нашего! Как говорят святые отцы, причастие – это дар Божий, который даётся не по каким-то там заслугам, но также святые отцы говорят, что дар ещё нужно принять и нужно сохранить, и для этого-то и нужно, что готовиться к причастию, что после причастия вести себя подобающим образом, чтобы сохранить дар, который получили. Важно себе об этом напоминать, что, с одной стороны, никогда мы не можем быть достойны этого всего, и вообще согрешает тот человек, который рассуждает, вот впадая в две крайности, что, мол, как бы, а ладно, всё равно ничего с собой сделать не могу, всё даром даётся, как бы, и вот ничего готовиться не буду. Вот и дерзает как-то так вот причащаться с холодным сердцем, будучи неготовым. Так нельзя. И, с другой стороны, согрешает тот человек, который останавливает себя и не даёт себе идти к чаше Христовой, говоря, что я грешный, я недостойный, я никак не могу. Правда навсегда посередине. С одной стороны, действительно, всё даром даётся. С другой стороны, человек готов всё, сколько сил есть. Не для того, чтобы заслужить, а для того, чтобы усвоить себе, принять то, что Бог тебе даёт. Сегодня преображение Господне у нас с вами. У нас такое особенное же событие, у нас первое преображение в этом храме. У нас вообще сейчас много чего в первый раз происходит. Каждый день – это первая служба. Вот так вот, если посмотреть. Слава Богу! Слава Богу, который даёт нам. Даёт нам свою помощь, даёт нам свои дары, которые даёт нам утешение. Дай нам, Господи, это всё видеть, всегда знать, это ценить и отмечать для себя, чтобы быть благодарными. Вот, знаете, всякий раз, читая Евангелие, где говорится о преображении Господнем, вот я лично вопросом задаюсь. Ну вот эти апостолы, да, там, Пётр, Пётр, Яков были, которые Господь взял с собой. Почему они? Да вот почему? Ведь, наверное, если мы поймём вот такие вот простые вещи, которые касаются людей, мы, наверное, многое сможем понять касаемо нас. То есть кто я? Какое отношение у Бога ко мне? Что вообще я могу? Что нужно? Каким надо быть? Так вот и здесь. Почему они были? Многие на этот вопрос давали ответы. Отцы святые объясняли это, да, много говоря о, ну, особом, наверное, достоинстве, да, вот этих вот учеников Христовых. Ну вот, можно ещё немножко, да, вот здесь к этому так вот прибавить и добавить. Вот знаете, ведь мы ведь все люди, все очень друг на друга похожи. И во все времена люди очень похожи вот друг на друга, опять скажем. То, что происходило 2000 лет назад, но оно не сильно отличалось от наших с вами времён. Если не брать во внимание какие-то технологии, да, что-то вот такое вот. Вот сами люди, как люди живут, чем люди живут. Что людям хочется? Каждый человек стремится к какой-то радости в этой жизни, к покою, к уюту, да, к какому-то вот гармонии какой-то, к любви. Каждому хочется, чтобы жизнь была какая-то вот, ну, спокойная и сытая. Правда же? Любому человеку этого нужно. Кто-то славы может искать, кому-то власть подавай. У кого-то, это в большинстве своём перемешано в нас всё вот это. Сегодня вот это нужно, завтра это нужно. Вот. Мы это знаем. Так вот, и тогда люди жили с такими же задачами и целями. Вот. И, наверное, неправильно полагать, что апостолы, они какие-то были вот, ну, совсем люди, ну, совсем нет мира сего. Нет, они жили такой же жизнью, как жили окружающие их, их собратья, соотечественники. У кого-то семьи были, да, то есть вот апостол Пётр заботился о том, как кормить семью свою. В этом смысле жизнь была посложнее и потяжелее, чем у нас сейчас с вами. Сейчас многие вещи, знаете, они налажены. Вот, налажены, как-то вот устроено всё, как-то продумано. Вот. А тогда вот, ну, вот, своим трудом всё нужно было делать. Большинству людей. Вот он рыбаком был, мы с вами знаем. Вот рыбачил. Сколько поймает что-то, да, на стол, в семью, что-то на продажу. А вот каково рыбу ловить, чтобы продавать, не имея холодильника, например. Вот тоже даже вот задумаемся. Летом. Мы живём в северных широтах, у нас как-то не сильно с этим вот, ну, ну, и то проблемы есть. Но мы можем, знаете, в земле яму выкопать, и там будет как-то холодно. Знаете, как наши предки ледники всякие, да, вы делали, как пока электричество было недоступно нам с вами. А вот как в жарком климате? Как рыбу хранить? Как? Её ты ночью поймал, утром, если она не продастся, всё. Всё, эта рыба испортилась, то есть все твои труды, они прошли куда-то. Так вот, можем представить, какими мыслями жил апостол Пётр. Что ему нужно было, да, вот о чём он заботился, о чём он переживал. Вот, и вот этот человек был взят на фавор, Господь взял его с собой. Почему, опять же, да, почему это? Почему многие люди не пошли? Другие апостолы были не взяты, а вот он был взят. И вот, наверное, здесь вот такое вот ещё может быть размышление. Знаете, мы вот все однажды к Богу пришли вот в какой-то момент своей жизни, когда что-то у нас внутри происходило. Вот что-то вот случилось, что-то загорелось, что-то вот нас задело, когда, как говорится, зацепило. И для тебя вдруг вот эти вопросы, связанные с душой и с Богом, стали важными. Вот прямо важными настолько, что вот прямо вот всё, больше ни о чём думать не хочу. Кто-то, знаете, Евангелие прочитал или начал читать, и вдруг перед ним вот это всё открывается. Кто-то однажды в храм зашёл и вдруг увидел, что он плачет. И задумался, почему я плачу? И вот настолько это поразило, что он стал думать об этом. Его сердце стало как-то вот согреваться этим, вот, и вдруг он начинает понимать, что есть Бог. Есть Бог, который любит, и что вот Бог вот это самое главное. И для него это, знаете, это не плод каких-то рассуждений, а плод его ощущений. Он это чувствует, он знает, он это пережил вдруг как-то для себя. У всех по-разному, как-то по-другому. Но вот всегда у человека встреча с Богом, вот она бывает вот какая-то вот такая вот. И что можно дальше сказать? Зачастую по прошествии какого-то времени мы видим в своей жизни охлаждение. Бывает же такое? Бывает. Вроде бы горел-горел человек, потом вот как-то вроде уже не так у него. И уже нет такой грешности, уже нет такой ревности у человека. А почему? Ответ бывает очень простой. Привык человек. Привык, что это всё есть, что он теперь это знает. Он знает о Боге, он знает о Христе, знает о преображении Господнем, да? Знает о церкви, знает о причастии. Да он сам причащается регулярно. И одновременно почему-то вот он не из силы в силу, знаете, как бы возрастает, а как-то наоборот всё вот, всё как-то тише в нём, это всё тише, вот эти как-то процессы всем угасают. Привык. Привык, что это есть, что это близко, и уже как-то вот нет вот этой новизны какой-то. И уже это не на первом месте в жизни, а на первое место встают какие-то другие вещи, которые вроде бы важны, но почему-то они важнее, ну, Бога, получается, вот для тебя, вот встали, вот как-то. И всё, и охладел человека уже, и уже даже не может принять то, что раньше принимал. Да знаете, вот как пример такой, мы все с вами не умеем толком молиться. Ну, вот как-то так вот оно. Ну, не буду обобщать, но и обобщу одновременно. Как всегда это сложно очень, правда же? Сложно, сложно молиться внимательно, сложно молиться вот как-то нерассеянно, сложно молиться тепло. Вот почему-то вот как-то вот оно вот это всегда. И вот эта сложность, она доводит до того, что человек начинает избегать просто молитвы. Я сам такой, я знаю, и мы все с вами такие. Часто это на исповеди как бы слышишь, что вот сложность, там, правила какие-то читать. Часто мы даже пытаемся как-то избегать этого, как нечто чего-то неприятного. И бывает доходя до такого, человек перестаёт молиться. Перестаёт. Перестаёт и вот бывает вообще перестаёт молиться, совсем. Знаете, ну, максимум там лоб перекрестил перед сном, ну, вот и как бы всё. И одновременно нужно вспомнить, а вот когда-то не прочитать правила с утра, да ты что, да я, не знаю, на работу не пойду. Я лучше опоздаю куда-то, там, или где-то бежать буду, на взём мультфослов и буду читать. Или как лечь спать, да, опять же, да, не почитав правила на сон грядущем. Или там, как можно идти причащаться, не до канона, там, вот эти не прочитав. То есть когда-то было такое время у человека, когда даже в голову прийти не могло, что можно как-то это. И ведь читалось, и откуда-то силы брались, и воодушевление бралось, да ведь? И как-то вот всё вот оно хотелось, и вот было это всё. А вот тут вот почему-то нет. А почему? Вот повял человек, знаете, как вот цветочек растёт, а потом повял. Вот не хватает у него там влаги, и вот и всё, и какой-то он такой весь повис. Так вот тут бывает. То есть бывает человек, привыкая к присутствию Бога в своей жизни, он уходит от него, как ни парадоксально. Уходит своим умом, уходит своими чувствами. И становится неспособным принять ту благодать, которую Бог даром даёт всему миру. Вот день преображения Господня – это ещё день света Божия, день благодати Божией. Света вот этого нетварного, вот этого явления энергии божественных в нашей жизни. Это день, где говорится, что человек тебе даётся вот это. Самое главное – ты можешь в этом свете быть. Христос как человек сегодня нам показывает, люди, вот что с вами происходит, вот что вам дано. Смерти нет, жизнь вечная. Ещё до своих страданий, до воскресения Христова Господь являет себя как Бога человека. Вот нет смерти, нет, все мы вместе. Вот Илья тут стоит, вот тут Моисей стоит. Моисей умер, или я ещё умереть-то не успел. Вот все мы вместе, все мы в единой божественной семье. Бог всех нас снова пришёл, нашёл нас, беспризорников, бедных детей, которые убежали однажды из Дома Божия. Сын Божий за нами со всеми пришёл, объединяет нас. Вот все мы вместе. Всё, смерти нету. Слава Божия сияет. Вот день какой. Вот что тебе человек даётся. А человек это принять не может. А почему не может? А не может. Не может, потому что он от этого как куда-то вот ушёл. И вот эти апостолы, которые были на фаворе, видимо, они не перестали думать об этом. Вот, наверное, вообще общение с Богом, вообще вера, да, путь веры всегда начинается с мыслей. Вообще вера – это ведь состояние ума в первую очередь. Потому что вера – это то, когда мы принимаем умом какую-то вероучительную истину. А сердце наше, оно с этим соглашается. Но сначала всё с ума начинается. Это образ мысли, образ мышления такой. И вот и получается, что чем чаще человек думает о Боге, тем больше вещей божественных для него становятся доступными. То есть он как бы оттянется к Богу, открывается Богу. И наоборот, чем больше человеческий ум занимает какие-то другие вещи, тем вещи божественные становятся для него всё более и более далёкие и всё более и более непонятные. А бывает, приходит тому, что человек вообще не понимает. Зачем, почему, для чего? Кто сказал, кто научил? Готов стоять под сомнение любое слово там евангельское, что, мол, всё это выдумки и так далее. Всё для него вообще непонятно. И самое главное, судить такого человека невозможно. Он действительно не способен. Для него снова наступила тьма. Он снова вошёл в тьму вот этой житейского моря бушующего, вот этой нашей суеты, в которой мы живём. Да, противоположное состояние – это когда человек думает. Думает о Боге. Вот, видимо, вот эти апостолы, они при всём том, что уже вроде и со Христом не первый день, вроде бы и как-то вот каких-то дел тоже много, может, уже всё уже устали. Но, тем не менее, они не переставали постоянно об этом во всём размышлять и рассуждать, разговаривать между собой. Для них это было важно. Важно, важно, каждый день было важно. Снова и снова они искали какие-то ответные свои вопросы. Им не было безразлично. И это сделало их способными быть на вот этой вот горе, которая является таким прообразом Церкви Христовой. Церковь-то тоже та гора, в которой, находясь, мы поднимаемся к высотам такого богопознания, встречи с Богом, встречи со Светом Божиим. Церковь – это то место, где мы тоже можем услышать слова Бога Отца. «Сей Сын мы возлюбленный, в котором мы её благоволение». Мы встречаемся со Христом, когда принимаем Его тело и кровь, когда мы Ему молимся. И во многих других моментах. Так вот, и получается, что если вот такую аналогию провести, как вот ученики Христовы были на горе, были способны быть там, потому что они были внимательны к Слову Божию, внимательны к Богу. Так вот, и мы христианами можем быть и прибавить в Церкви только тогда, когда мы внимательны ко всему этому, когда для нас это важно, когда для нас это стоит на первом месте, когда мы думаем об этом, думаем, разговариваем, читаем, ищем. Почему Церковь все две тысячи лет постоянно человеку говорит, ещё начиная с самого Христа Спасителя? Он, как говорил однажды уедимый, говорит, вы хоть читайте, да, исследуйте Священное Писание, вы в этом хотите найти вечную жизнь, и правильно делайте, читайте. «Оно говорит обо мне», Господь говорил. И вот эти слова не касаются каждого из нас. Человек, читай, читай Слово Божие, читай каждый день. Не понимаешь, всё равно читай, ищи ответы на какие-то вопросы, не ленись, побеждай свою лень, побеждай, приучай ум свой быть вот в этой истине, приучай себя думать о Боге. Не так, как тебе кажется, а так, как говорит об этом сам Бог. Ум твой справится и просветится, и тебе начнутся открываться удивительные вещи, удивительные. Что в жизни твое, что в жизни вообще всего мира. Это будет влиять на всё. И всё это тоже мы в этот день преображения Господня мы с вами вспоминаем. И ещё сегодня, да, вот мы видим такое событие, происходит из года в год, освящаются плоды. В молитве на освящении говорится, что Господи, мы тебе приносим то, что твоим является. Мы как бы таким образом подтверждаем, что мы берём твоё, ты нас кормишь, ты нас поешь, ты нас благословляешь вот такими дарами. Земля плодоносит. Вот я тут из отцов говорил, что для того виноград появляется на земле, чтобы из него вино появилось, а чтобы вино стало кровью Христовой. Для того пшеница родится, чтобы ей стать хлебом, который однажды станет телом Христовым. Это, конечно, да, самый, не знаю, высший пилотаж в мире растений. А всё остальное, оно, в общем-то, тоже говорит об этом, что всё Божие, Бог даёт. И мы, принося это, говорим, что Господи, мы это знаем, мы это помним, мы не забыли. Мы благодарим Тебя, что Ты нас кормишь, поешь, обуваешь, одеваешь, даёшь нам всё для нашей жизни. То есть это некий такой акт благодарности. И вот благодарность – это тоже, кстати, всегда проявление сердца верующего. Невозможно верить в Бога и быть неблагодарным в отношении к Нему. И наоборот можно понять, если ты неблагодарный к Богу, значит, что-то с тобой не то. Какая-то вера у тебя неверная, какая-то ложная. Если ты не видишь вот этих благ Божиих к тебе, не видишь помощь Божию, да даже не то, что помощь Божию, а вот то, что Богом ты живёшь, если ты этого не видишь почему-то в своей жизни, то что ты вообще видишь тогда, человек? Куда ты смотришь? Куда твоё внимание направлено? Ведь это же так очевидно. Ну, почему мы не видим блага Божия? Это, в общем-то, тоже довольно всё понятно. Мы гордые, потому что. Мы говорим об этом всегда. Гордыня человека ослепляет. Всегда. Гордый – он слепой. Он даже тоже слепой, он инвалид. Причём инвалид такой очень сложно излечимый. У него глаза куда-то вовнутрь завёрнуты. Он рассматривает самого себя, ничего в себе главное увидеть-то не может. Он мечтает о себе. Гордый ум – это ум тёмный. Это ум, живущий в какой-то, в неком каком-то страшном сне. В сне в отношении себя. Человеку что-то видится, кажется, думается, подозревается, что-то он боится, страшится и прочее, прочее, прочее. И вот это, в первую очередь, ему кажется, что он будто бы сам. Человек, что ты сам? Что ты сам? Что ты можешь сам? Помните, как Господь говорил у Иудеев? Можете ли вы сделать один волос чёрным, один белым? Вот можете. Можете свой рост сделать повыше маленечко. Но он говорил, что на целый локоть – это довольно много. Ну, это как бы так, видимо, знаете. Вообще, кстати, в Священном Писании очень много юмора есть, такого вот очень тонкого порой. Вот. Что вот вы этого сделать не можете. О чём вы думаете? Чем вы гордитесь, люди? Что вы там что-то клянётесь? Что вы там ещё как-то… Перестаньте. Человек, успокойся, успокойся. И тогда ты увидишь, увидишь, что Бог в твоей жизни есть. Бог любящий, Бог всемогущий, Бог вездесущий, всё знающий про тебя, никогда тебя не забывающий. Перестань бояться человека. Ведь боязнь – это тоже проявление гордыни, как слепоты. Потому что гордый человек, он ещё чувствует себя всегда одиноким. Ему кажется, что никто не видит, не понимает, не принимает. Все какие-то, все враги кругом. Вот прям все. Вот все что-то вот на него как-то вот зубы точат. Всё кругом. Всё не так и всё не так. И самое главное, в самом-то себе покой не может гордый человек найти. Ему самим собой плохо. Всё не так. Вот всё что-то вот чего-то не хватает. И мучается, и страдает, и переживает. И укоряет, и упрекает. И болеет вот этой неблагодарностью. Вот. Ещё раз скажем. Благодарность – это состояние, когда мы видим, видим Бога в своей жизни. И мы рады этому. Так вот, давайте замечать вот эти вещи. Замечать. Не лениться говорить Богу спасибо. За малые вещи, за большие вещи. Научимся говорить спасибо за хорошее, а потом глядишь и поймём, что ведь у плохого-то ничего нет. Что даже вещи, которые кажутся тяжёлыми, непонятными, все не имеют смысл какой-то. Смысл, а в конце концов, в пользу. В конце концов, вообще являются добром даже. Потому что Бог благо, Он всё к благу приводит, так или иначе. С праздником вас, дорогие наши люди. Спасибо всех, Господь. Пусть у вас в жизни будет всё светло. Пусть у вас будет свет в уме и в сердце вашем. Пусть вы Христа в жизни своей чувствуете. Причастники, проводите день в немногословии, в воздержании и чистоте. Кто любит поговорить, носите во рту камень, чтобы научиться благоразумному молчанию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...